Решение прежнего руководства Минобороны о переезде старейшего учебного заведения страны, военно-медицинской академии, оно в свое время вызвало серьезные протесты в рядах врачей, приостановлено. В МАА планировалось переселить из исторической комплексов зданий в центре Петербурга за город. Стоимость новостройки и переезда превышала 100 миллиардов рублей. Но это похоже окупалось свободно и оказывалось огромное количество недвижимости. Об окончательном провале военно-имущественной операции Леонид Грозин. Идея переезда военно-медицинской академии из центра Санкт-Петербурга на Выселке, точнее, далеко за черту города, в район Сестрорецка, поначалу вызвала недоумение. А на вопрос, зачем это нужно, в Министерстве обороны сначала предпочитали вообще не отвечать, а потом отделываться общими фразами, на вроде необходимость, повышение эффективности использования помещений академии. Что скрывалось за этими словами, теперь навсегда останется тайной. Потому что военно-медицинская революция, о которой так долго говорили в стенах Минобороны, отменяется. Подозрения противников переезда академии, что в первую очередь на освободившееся место придут застройщики, для того, чтобы освоить золотые гектары, в военном ведомстве резко опровергали. Но так и не могли внятно объяснить, для чего вывозить из города гигантский научный центр, старейшее учебное заведение России. Мы сохранить должны традиции, потому что там не просто здание, там люди, которые работали, там кабинеты, там даже дух, позволю себе такое сказать. Приезд академии обошелся бы казне в 3 миллиарда рублей, а строительство нового комплекса под Сестрорецком еще в 100 миллиардов. Перевод куда-то на окраину, фактический развал военно-медицинской академии, конечно, чреват очень большими негативными последствиями. Если бы замысел менеджеров из команды экс-министра обороны увенчался успехом, Петербург остался бы без одного из лучших научно-медицинских центров, в котором учатся и лечатся не только военные, но и сотни тысяч горожан, которые не имеют к армии никакого отношения. Академия должна оставаться на своем историческом месте, но это как решит министр обороны. Военно-медицинская академия должна была разделить судьбу Академии ракетных войск и Академии ВВС имени Жуковского. При этом переезд хотя бы гарантировал военным вузам продолжение существования. Многие военные институты просто закрывались с формулировкой «за ненадобностью». Решение экс-министра Сердюкова, касающееся военного образования, не только не понимали, но и не принимали. Скорее всего, Сергей Шойгу не будет размахивать шашкой и отменять практически все решения Анатолия Сердюкова. Некоторые из них были весьма полезными. Тем более, напомню, что Анатолий Сердюков все-таки ему удалось сдвинуть с мертвой точки ввоз военной реформы. По прогнозам экспертов, уже в ближайшее время Сергей Шойгу пересмотрит еще несколько решений своего предшественника. Речь о тех действиях, которые в рядах вооруженных сил за годы правления Анатолия Сердюкова привыкли называть бессмысленными. Леонид Грозин, Александр Земцов, Игорь Баринов, 5 канал.